добрый день уважаемые сельчане в очередной раз собираемся для того чтобы проинформировать вас о состоянии ситуации в районе и довести моменты до вашего сведения в короче хочу сказать что мы запланировали по следующим темам и если кому будет интересно то вы можете скажем к нам обратиться мы дополнительно скажем дату этих столов ориентировочно мы планируем на 6 7 число этого месяца круглый стол по национальному календарю прививок по отказникам те кто родители детей чьих отказываются понятно что маленькие дети сами принять решение этого не могут это все зависит от родителей и на конец сентября мы хотели бы провести круглый стол уже о профилактике профессиональных заболеваний то есть медицинские профессиональные осмотры которые сейчас так скажем находятся не в лучшем свете и которые нужно восстанавливать их нужно так сказать форсировать для того чтобы люди проходили дополнительный медицинский осмотр который имеет на своем рабочем месте какие-то определенные вредности ну например большие это магнитные поля там или большая пыль обычно это были раньше у нас промышленные предприятия загазованные где было много скопления газа несмотря на все допустим пылеулавливатели на все вытяжные вентиляционные устройства вот и также у нас хорошо было большой так сказать процент составлял тех людей которые работали на шантюбинском блоки там подземных этих грудники где силикоз где пыли вот у нас нет угольных шахтам прокозов у нас нет силикозы вот поэтому было более-менее это четко поставлено но в связи с пандемией некоторые вопросы вот профессиональных медицинских осмотров они так сказать отошли на второй план и нужно их сейчас будет выводить собственно говоря в центр так сказать внимание потому что все это здоровое общество это здоровая экономика это процветание казахстана пусть все действия нашей страны они устремлены к тому что было здоровое население соответствующие из этого значит будет здоровая экономика и тогда будут все блага вот мы вчера послушали выступление президента такая послание очередное было к нашему народу казахстана отмечаем то что и и политические реформы начинают сдвигаться и в экономическом блоке начинаются подвижки и вот президент сказал что он хочет провести досрочные выборы и эти досрочные выборы он сам будет участвовать поэтому он хочет получить дополнительный мандат доверия от населения и и как бы провести тоже реформы с тем что внести изменения по срокам и по переизбранию президента были озвучены данные о том что президент планирует чтобы сделать семилетний срок однократный президентский срок без переизбрания ну а наверно через еще когда пройдет еще семь лет то тогда президент действующий может снова перезбираться ну вот эта фраза была не перезбираться сразу поэтому в общем то семь лет для того чтобы было определенное время у президента потому что четырехлетний там пятилетний сроки скорее всего они недостаточны для того чтобы провести глубокие хорошие настоящие реформы чтобы стабилизировать экономику право работу судов к этому видимо будут проведены дополнительные выборы и сделаны изменения по таким срокам ну это как бы то что касается вчерашнего послания и опять же мы рады за наших женщин которых все таки пенсионный возраст остановился на рамках 61 года это большое подспорье для женщин потому что наверно все таки президент все институты которые работали над этой проблемой услышали общественное мнение учли его и вот провели так сказать исследование и все таки до 28 года наложен так скажем определенный мораторий для возрастного ценза для женщин в виде 61 года поэтому это хороший показатель это хороший показатель возможно экономически нужны будут дополнительные резервы все таки для того чтобы выплачивать пенсии но в целом то есть чаяния народа женщин в частности женской половине населения президент учел и в своем постановлении об этом было четко сказано вот у нас эпидситуация небольшими шагами уменьшается возможно не так как хотелось бы и практически у нас всю неделю не было заболеваемости у нас был один случай ну вот сегодня нам уже поступили экстренные защищения буквально сейчас на шестерых человек вот то есть у нас уже было 139 человек плюс 6 человек это у нас получается 145 человек заболевших напомню с 19 июля на период вот этой ну очередной волны так скажем заболеваемости ну в целом все равно ситуация по всей республике казахстан стабилизируется и если мы помним что у нас доходили цифры там 2700 3000 даже 3900 был день вот сейчас в целом по казахстану регистрируется порядка 500 400 случаев в день и это конечно значительное снижение вот и у нас на как бы я назвал цифру 145 заболевших но все понимаем что это ну те кто через 10 дней уже сошли эпидемиологически с карантина вот и на сегодняшний день у нас было 11 человек ну вот сегодняшний добавится 6 это у нас будет 17 человек будут на домашнем карантине на сегодняшний день то есть к вечеру будет такая ситуация 3 человека у нас было на госпитализированы из них один по причине довольно сложного состояния а остальные уже были распределены по эпидемиологским показаниям потому что у них не было возможности чтобы они могли получать амбулаторное лечение в виде домашнего карантина все-таки мы считаем что здесь немалую роль играет вакцинация если мы вспомним то в феврале этого года у нас тоже была такая волна в феврале у нас было 802 случаи конец января и начало марта но в целом все пришлось на февраль месяц то здесь мы видим разницу где-то порядка если месяц в месяц брать градацию у нас получается 8 раз практически в 7 небольшим раз произошло снижение и как раз на этот момент вот у нас пришлось наверное пик всех вакцинированных по ревакцинации третья ревакцинация вернее первая ревакцинация третья прививка вот здесь у нас как бы было неплохо но вот повторная ревакцинация которая началась у нас с июня месяца здесь у нас цифры крайне слабые и если у нас третью первую ревакцинацию получили 5428 человек то повторную ревакцинацию вот на сегодняшний день мы вчера проводили анализ у нас вышло 1254 человека то есть все вот эти остальные у нас уже порядка трех тысяч человек они должны уже были получить повторную ревакцинацию здесь конечно в основном это люди которые работают профессионально в первой линии так называемой риска первая линия риска это у нас полицейские это у нас педагоги это у нас сотрудники опекаемые медико-социальные учреждения в данном случае которые у нас находятся в Шентюбе собственно говоря это у нас лица после 50 лет который возрастом ну и вот хронические заболевания тоже как бы люди стараются этим наоборот бравировать и говорят что у меня заболевание хроническое и я не должен ничего этого получать то есть меня оградить и дать недоплод и прочее однако хочется сказать то что мы уже не раз говорили о том что как раз таки хронические больные у которых и так уже есть какой-то определенный процесс если допустим это хронические бронхи вот то бронхи они уже и так поврежденные то есть там происходит выпад эксудата да но это уже так скажем медицинские термины вот и если еще к ним присоединяется коронавирусная инфекция то понятное дело что она еще усугубляет только это дело также вот пневмонии у кого пневмонии и вообще что-то с легкими неладное вот какие-то определенные заболевания есть легкие то конечно коронавирус способствует еще их так скажем деградации этой ткани легочной легочной ткани вот и человек будет только хуже того что если у него не будет коронавируса так скажем прививки от коронавируса и он будет болеть коронавирусом и один раз и второй раз и третий раз мы сейчас уже отмечаем у себя наши базы данных уже автоматически выводят что у нас два два человека у нас уже зафиксированы по третьему разу заболевания коронавируса и опять же отмечу то что за вот эту волну последнюю с 19 июля вот 145 человек у нас половина людей это те которые вообще не имеют никакой прививки или прививочный статус у них хаотический который разбросан который не соблюдается хронология получения прививок и из этого конечно нарушается сама как бы методология и сам принцип прививочный чтобы он поддерживался вот не зря определенные четкие критерии того что допустим 21 день между компонентами это все отработано научно все это подтверждено о том что да вот именно в такие сроки нужно получать если проходит после этих сроков какой-то большой промежуток времени 3-4 месяца там 5 месяцев понятно что уже первичные вот эти манипуляции которые сделали они уже не будут иметь никакого должного эффекта и получается что человек получил вроде бы и вакцину какой-то первый компонент второй не стал получать вакцин то есть он просто сейчас уже можно это просто как вода это инертная жидкость которая на первичном этапе работала ее не поддержали она превратилась в ничто вместо того чтобы производить антитела способствовать вернее производить антитела поэтому еще раз призываю всех что нужно более четко подойти к здоровью более трезво оценить это да и нужно пройти все необходимые этапы кому-то ревакцинацию кому-то повторную ревакцинацию кому-то может быть нужно получить и снова вакцину у нас же есть школьники за это время которые допустим перешли взрослых там 17 лет и опять же с 12 до 17 лет проводили же вакцинацию вакцины камернати известной фирмы файзер американский но однако тоже довольно слабо люди со скепсисом каким-то все это воспринимают ну вот наверное все что я хотел сказать спасибо за внимание все выключи я не знаю как выключи я не знаю как выключить надо вот этот драгончик нижний сам нажать крестик надо крестик просто запишу программу